Всем привет! Днепр на связи, 15 апреля, 2.13 ночи. Ну что, друзья, на данный момент у нас тихо. После сигнала воздушной тревоги, при котором мы могли слышать взрывы, был еще один сигнал воздушной тревоги, вечерний, без последствий. А вот с теми взрывами, честно сказать, больше вопросов, чем ответов. Собственно, в городе прозвучал мощный взрыв. Кто-то говорит один, кто-то говорит два. Ну, в основном все источники подтверждают, что было два взрыва. И очень-очень непонятно, как вообще что произошло. Официальная информация звучит так, что около шести вечера в области было слышно взрывы. В Днепровском районе была сбита ракета. Ну, это Любимовская громада уже назвали. И пишут, что в областном центре, ну, то есть в Днепре, из-за падения обломков повреждены частные дома. То есть ракета была сбита в Рубре, в Любимовке, да, над Любимовкой там где-то. И обломки долетели аж туда, где они упали. Ну, пока что место, хоть и показали видеоматериал с места падения обломков. Ну, само место не называли, поэтому называть не будем. Ну, я не представляю, как это реализуемо, чтобы там, где оно было сбито с пригорода, обломки упали аж там, где они упали. Но сказали, что была сбита одна ракета. Честно сказать, ну, мне непонятно. Но, с другой стороны, если говорят, что была сбита одна ракета, это не значит, что она была всего одна. Возможно, еще был прилет. Потому что писали, было задымление. Возможно, так это стоит расшифровывать, что одна ракета сбита прямо над городом и падение обломков. А вот вторая ракета, это прилет. Ну, о прилете особо ничего никто не сказал. Сказали только что, вот опять же, официальная информация. Сказал Сергей Лысак, глава областной военной администрации, что пострадало 12 людей. Среди них есть дети. Три человека оказали помощь там на месте. Еще троим там... Еще там отвезли в больницу, затем привезли. Два мужчины, 62, 39 лет и женщина, 35 лет, остаются в больнице. Сказали, что в Днепре, в городе, повреждено 33 частных дома. Побито 10 автомобилей и погрузчик. В районе, где упали обломки ракеты, работают все службы. Ну, вот так. То есть, потому что многие сказали, что слышали два взрыва. И, ну, где Любимовка, а где там, где упали обломки ракеты. То есть, скорее всего, картина выглядит так, что... Одна ракета, это прилет, после которого было задымление. Вторая ракета была сбита прямо над нашим городом. Район, в котором это было сбито. Ну, я думаю, люди все слышали прекрасно. То, что если, скажем так, очень-очень далеко было слышно хорошо, то там в эпицентре взрыва это просто вынос мозга. Ну, а так, слава Богу, без погибших есть травмированные люди. Ну, там травмы, скажем так, совместимы с жизнью. И все будет нормально. Ненормально, конечно, то, что у людей побиты окна, двери. Там есть видео, такой канал, Суспильный Днепро. Опубликовали видео с комментариями местных жителей. Они сказали, что, ну, трэш, кринж, труба, там, окна повышибала. Двери повышибала у некоторых. Ну, видно, старенькие, если там деревянные, крыши пробило. А теперь, если дождь, да, это все будет в доме. Ну, надеемся на областную военную администрацию, надеемся на городскую администрацию, что людям будет оказана помощь необходимая для восстановления их жилищ. И, да, чтобы их имущество в дальнейшем не было там подмочено дождем или еще чем-то. Я думаю, что официальные лица должны, конечно, этим обеспокоиться и помочь. Ну, вот такие, друзья, дела. То, что я вам всегда говорю. Прилет – это страшно, но даже при удачном сбитии, при удачной работе ПВО, разлет обломков, разлет снарядов может нанести серьезный вред вашему здоровью. На данный момент у нас тихо, как я сказал. Желаю вам спокойной ночи. Берегите себя, своих близких. И до нового выхода на связь. Всем бобра!